Здравствуйте, меня зовут Анна, я работаю в зоомагазине Док Сити, и я решила воспользоваться служебным положением и обратиться к консультанту Наталье Порошаковой, чтобы она мне рассказала, как мне поменять корм моим кошкам. Мне дали вот такую анкету, я ее заполнила, ну и отдаю ее Наталье. Значит, что мы имеем? У нас два представителя семейства кошачьих, кот и кошка, оба кастрированные, 5-4 лет, соответственно, примерно одного физиологического состояния, но кот склонен к полноте, а кошка – малоешка. Я правильно тебя поняла? Нам нужно решить сразу несколько проблем, при этом желательно это сделать путем подбора одного вида корма, поскольку Анна не желает заморачиваться и кормить котов раздельно, что, конечно, в данном случае было бы идеально. Но на самом деле это очень распространенная проблема в условиях нашей реальности, когда люди чаще всего работают, а кошек нужно кормить часто, и не всегда это возможно сделать в дневное время, допустим, покормить всех по отдельности. В свое время кот и кошка ели вот такой джину для стерилизованных, производства Великобритания. И все было хорошо, но со временем кот стал на этом корме набирать вес. Дальше Анна попробовала сменить корм, дабы привести вес кота в норму, и перешли на джину Денмарк для малоактивных. Собственно, с котом результат был достигнут, кот похудел, насколько я понимаю, но кошка с него не очень хорошо ходит. Начались проблемы с же котом. Да, поскольку едят они один корм, то есть тут вылезла другая проблема. Ну и сейчас они пока продолжают есть джину Денмарк. Но вот Анна обратилась ко мне для подбора корма ее котам. Исходя из... Так, тут еще стоит учесть, что примерно раз в неделю Анна угощает кошек кефиром, что в принципе не противопоказано кисломолочка, достаточно хорошо усваивается. Да, и иногда лакомство 2-3 гранулы в день. Так же раз в неделю, да, я так понимаю? Нет, но не... Почаще. Почаще? Лакомство почаще. Лакомство получают оба? Да. Лакомство получают оба. Так же в виде лакомства кот получает баранье легкое, кроличье мясо и подушечки рыбный пир. Что я бы вообще у кота убрала, раз он и так склонен к полноте. Ну, желаете угощать, тут в принципе не возбраняется. Исходя из анамнеза, я попыталась подобрать корм, подходящий обоим кошкам. Конечно, тут надо уточнить, что в идеале бы все-таки этих животных постараться, по крайней мере, хотя бы частично кормить раздельно. То есть это может быть днем, допустим, они какой-то один корм едят, на ночь и утром кошку перед работой и после работы подкармливать каким-то специализированным кормом. Ну, из ассортимента нашего магазина, исходя из нутриентного состава кормов, изучив нутриентный состав, могу предложить Анне в линейке джинны. Джинна это корм для чувствительного пищеварения, в котором при этом практически такой же нутриентный состав, как в джинне стерилайз, даже чуть поменьше белка на 2%, что возможно рассмотреть. То есть при этом он для кошек с чувствительным пищеварением на мясе индейки. То есть индейка считается, условно считается легкоусвояемым белком и, возможно, решит проблемы кошки, которая не очень хорошо переваривала джинну Денмарк. И при этом подойдет, вероятно, коту. Также подобрала корм из линейки Леонардо, также сенситив для чувствительного пищеварения на рыбе. Белок лосося тоже легко усваивается. По нутриентному составу он также близок вот к этому корму, то есть по белкам и жирам. И третий корм, который я могу предложить Анне, это дайджестион формина, беззерновая, тоже для чувствительного пищеварения. Он будет чуть подороже. Дальше вариант с кошкой. Ее можно докармливать влажными кормами, что тоже не возбраняется. К этим кормам, к подобранным мною, я постаралась подобрать варианты влажных кормов. Это могут быть консервированные Леонардо на рыбе, Беркли, кролик, говядина. И если в виде паучи, то паучи джина. Они хорошо сочетаются с любым из этих кормов. Как вариант, кормить кота. Ну и кошке тоже не возбраняется, или она совсем тогда откажется есть. Да не откажется. Кормить вот из такой интерактивной кормушки, где несколько, на самом деле вариантов интерактивных кормушек много, но конкретно у этой вот несколько стаканчиков разной глубины, куда насыпается корм. И задача кошки его оттуда извлечь. То есть, если ты очень хочешь кушать, ты должен потрудиться. Как минимум, это займет больше времени. Кот будет вынужден доставать по одной, по две гранули и не всасывать корм за раз весь. Да, потому что у него еще бывает. Что будет способствовать, во-первых, насыщению достаточными. То есть, пока он достает, будет происходить чувство насыщения, пока он их потихоньку грызет. Ну и есть вероятность, что он их не достанет все за раз, ему в какой-то степени надоест, он отойдет, потом придет снова. Есть вариант вот такой интерактивной кормушки. Опять же, то есть, задача кота извлечь оттуда корм. И есть вот такие миски, которые тоже я бы рекомендую потребить. То есть, опять же, кот будет вынужден извлекать корм отсюда. Моему коту это надо, потому что у него бывает такое, что он сразу много сожрет, а поскольку желудок у него растягивается, он это тут же выдает на пол. Ну, значит, вам однозначно показано любой из вариантов интерактивной кормушки, хотя бы какую-нибудь уже вот, чтобы с чего-то уже начать. Хочется упомянуть, что у тебя кот вообще как двигается, физическая активность? Ну, бегает, бегает. Бегает? Песни поют по ночам в основном. То есть, еще бы, ну, какую-нибудь элементарную дразнилочку, чтобы коту обеспечить подвижность. Да и кошке тоже не помешается, тем более они у тебя кастрированные. То есть, когда животное движется, двигается много кошка, нормализуется работа мочеводелительной системы, поэтому, ну, и для лишнего веса тоже будет неплохо. Бегать полезно. Я надеюсь, Анна остановит свой выбор на каком-нибудь из предложенных мне вариантов и расскажет результаты. Да, обязательно. У меня еще есть вопрос, какой из этих кормов продается в больших пакетах. В больших пакетах в нашем магазине можно приобрести все эти виды кормов. Вот у Леонардо фасовочка 2 килограмма 7,5. У Джины 3 килограмма. 7,5 килограмма. Да. Отлично. У Джины фасовка 3 килограмма и 8. Ага. Вот у Формины, к сожалению, насколько мне известно, максимальная фасовка это 1,5 килограмма. Вот тогда я, наверное, вот к этим вот склонюсь, потому что мне удобно купить большой пакет. Его хватает обычно сразу. Но сразу большой не бери. Попробуй. Потому что не забываем, что большой пакет нужно герметично закрытым хранить, чтобы не окислялись жиры, да, и вот, чтобы, еще этот момент, потому что если в корме окислились жиры, мы можем получить ту же реакцию в виде срыгиваний. И жидкого стула. Угу. Консультация наша была достаточно поверхностной. Для более подробной консультации записывайтесь к нам со своими питомцами. Для более подробной консультации приходите к нам со своими питомцами, чтобы можно было оценить состояние питомца, его кондицию, внешний вид и так далее. Спасибо. Пожалуйста. Рассказывай. Обязательно.